Актовый зал медицинского университета. Ведущие травматологи России рассказывают о передовых методиках лечения сочетанных травм таза. Алтайские медики рассказывают о своих. Патология таза хоть и не самая распространенная, но смертность от нее крайне высока. Чтобы минимизировать количество летальных исходов и проводят подобные семинары. Обмен мнениями он приводит к улучшению и алгоритмов оказания помощи и в конечном итоге повышению эффективности лечения наших пациентов. Поэтому этот семинар имеет не только научную, но и даже практическую направленность. У нас будут проводиться мастер-классы на макетах таза, конечностей, где специалисты и нашего края, и ближайших регионов смогут попробовать те технологии, которые изложены, будут теоретически на практике. ДТП, падение с высоты, производственные травмы, ранения – все это может приводить к внутритазовым кровотечениям. В этом случае мало того, что требуется помощь целого штата квалифицированных врачей, так еще и помощь должна быть своевременной. Коллеги из Санкт-Петербурга делятся своими решениями. В частности, у нас часть сотрудников внедряет очень активно реанимационно-доскулярную баллонную окклюзию аорты на госпитальном этапе. Это установка баллона в аорту для временной остановки внутреннего кровотечения. На самом деле, здесь очень много людей, кто критикует ее, но в умелых руках, даже на поле боя, доказана ее эффективность была. Данная методика поможет довести пострадавшего до медучреждения. Кстати, ведущий научный сотрудник отдела сочетанной травмы из Санкт-Петербурга рассказал нашей съемочной группе, что в свете последних событий идет активное взаимодействие между гражданским здравоохранением и Министерством обороны. В этом году, в сентябре, мы приняли методические указания по военно-полевой хирургии, учитывая наши современные тенденции сейчас, где расписаны основные алгоритмы оказания помощи раненым пострадавшим с различной боевой травмой, ну и в том числе и с огнестрельными ранениями, минозревными ранениями и взрывной травмой, которая сопровождается различными механическими повреждениями сегментов и областей тела. Пока неизвестно, коснется ли непростая политическая обстановка алтайских врачей, но в любом случае навыки оказания первой помощи при ранениях лишними не будут. Ирина Корчагина, Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.